Мертвая колыхать. Вот такая книга поступила. В конце она хорошо заканчивается. И таких брошюр поступило несколько. На них я уже дал ответ в интернете. Все отвечает прекрасно, без учета, что есть церковь. Это не православное издание. И вот такие вот открытки, это все разное. И подписаны они с двух сторон в священном писании, мелкенькие. Кто-то взял бы один и другим бы давал. Я считаю, учителям это передать. Возьми. Это все разные. Посмотрите, что угодно. Заказать можем сейчас, бесплатно дадут. Так, кому это дать? Посчитать. Посмотри. Это человек как уверовал. Мне сразу она не понравилась из-за того, что запрещают без их разрешения печатать. Кому разрешают они? Он сразу получил 5 миллионов долларов за то, что фильм поставили. Мне вот это не нравится. У меня не один раз спрашивали за границей. Здесь издание моих книг. Я сразу выставил справку, печатать их. И они могут издавать их. Иначе это дорого стоит. Если человек начинает печатать, а хозяин не дал разрешения. Даю Евангелие. Ездишь везде. Так, вы найдете занятия? Занятия в час. Вы приготовьте вопросы, какие у вас есть. Потому что на этой неделе будут приезжать гости. Будут встречи. Едут издалека. Женщина одна прилетает из Сирии. Ливанц рядом. Где война была, где Россия недавно помогала. Из Германии приезжает она. Она за Сирии там замужем. Получилась смириться. Она много испытала. Она и по-арабски там понимает. Сама из Молдавии. Биография очень интересная. Наталья звать. Фамилию-то когда давали, раньше давали как по названию. Вот он стоит. Ну как? Какую фамилию? Когда фамилию-то давали и говорили, вы давайте разные. Как? Он стоит с ботинками. Так и получилось с ботинками или ботинок там. И фамилия такая остается. А вот, а который подходил бородатый, говорит, бородатый. И так фамилия бородатый. Подходил усатый, усатый. А мужчин-то нет. Она женщина усатая, Наталья. Какая женщина-то? Дальше-то уже переход просто не получается никак. Поэтому те, которые давали названия какие-то, курицы, скворцов, кузнецов, они брали, потому чей ты? Кто у тебя? Бабушка Устини была Устина. Все. А этот кто? Марин Марин. А это чей? Да Ивана сын Иванов. Вот так. Есть такие, которые Христов. Вот у нас есть название людей, которые претендуют на нечто большее. Серафим. Серафим это небесная сила. Но так закрепилось. У нас этого нет. У болгар ангел. И да, фамилия Христов. Христенко. То есть люди как-то стараются. И вот недавно крестили, его назвал Иисус Христос, кажется, в Рубцовске. Ну записать-то записали, говорят, а теперь как к нему обращаться-то? То есть люди сами не знают, как стали динамищик. А как есть, надо оставлять, так и молиться. Какой-то князь. Русский. Не князь он, а граф. Видимо, у них были как... Ну помещики как? Они пользовались своими подопечными. Блудов. Ему фамилия Блудов так и прилипла. И оказался из всех графов, самые божественные, божественные книги, вошел в историю. То есть он опроверг эту свою фамилию. У нас священник, но в Алтайске был. Отец Михаил Погиблов. Фамилия такая, как говорящая. Погиблов. Я спрашивал, что означает Лапкин. Никто не знает. Я говорю, тетка моя рассказала. То есть там прадед мой, он работал каллиграфистом, писал четко. Раньше говорили, на деньгах расписывался. Главных означей, подпись была на всех деньгах. Где-то. И к нему приходили писать жалобы куда-то. И он писал, его преследовали. Он тогда научился писать ногой. Лапкой. И отсюда прошел, говорит, прозвище. Когда давали фамилию, его лапкой так и осталось. Ну, люди, бывает, даже том пишут. У меня одна писала. Каллиграфически точный почерк. Каждую клетку. Я одной строчки так не напишу. А что у меня буквы прыгают? У Горького написано. Они говорят, радуются, что я считаю. И прыгают от радости. Кривые такие есть. Я об этом вчера немного говорил родителям. Еще раз. Вы детей отдельно нигде не отпускайте. Слушай, очень внимательно. Потому что они вырастают. Картинки на лицо. И где-то начинают выдвигать их. Куда-то надо поехать. Какие-то конкурсы. Все это делается через постель. Поэтому береги не на шаг. У нас вот есть там девочка одна. Знаете, Загуляева. Александра с Галиной. Ливия. Ей приходится ездить. Никуда, ни шагу там, где мать только с ней. Тогда можно. Ну, и то смотреть, что из этого выйдет. Нигде и никуда. Потому что все, кто это устраивает. Все доедино вот эти конференции. И проще делается до мит. И сегодня уже все открыто. И делают они так, заметили. Выдвигайте, будто бы она такая-то важная персона. Береги. Ни под каким видом никуда. Хорошо слышите? Чтоб потом не вопили. Когда уже ничего нельзя исправить. А лучше всего начни сегодня об этом молиться. Бог дал дитя, приведи его на небо. Иначе это будет самое большое препятствие. То, что ты туда не попадешь. За ребенка отвечать надо. Вот нам прислали. Девочка тут была одна. В ликерии. Больше трех дней ее никто не может держать. А под конец уже пошло по-другому. Она даже играет. У ней какое-то такое развитие на эту сторону. Мать такая. Бабка такая была. Уже пятое колено. Которая не ценит ни семью, ни ничего. Но однако вот так есть. Она пришла вдруг с куклой. А кукла глаза открывает, закрывает. Завернула ее. Платок. Два платка. Длинное платье. Мой ребенок. А как звать? Аня. А у меня еще там один ребенок есть. Его звать Степа. С Степой на дороге постояла маленькая. И уже с сыном называет. Все записали. Посмотрели как. Богу надо учить. Это она настолько серьезно, что если бы где-то в другом месте, чуть побольше, подумал бы ее. 1861 год. В это время пишет Достоевский. Дети десятилетние и уже развратные. Точка. Десятилетние и уже развратные. Это 150 лет назад. А что говорить сегодня, когда все они, они в интернете все знают, выискивают игры такие, раздень женщину. А ты ему раздень, да насыпь ему туда, до следующих веников, чтобы он забыл. Блокировки поставьте какие-то в мозгах. Но молитву ничего не может запомнить. Перекреститься не может. Вот эти танцульки, которые не могут. Соревнования. Я говорю, а что девочка-то у вас забилась в угол? На соревнованиях заняла второе место по плаванию. Она в истерике. Она психованная. Она ждала первое место. И она ничего не может с собой сделать. Это в ребенке уже заложено. А хорошо ли быть первым? В деле Божьем, да? Итак, бегите, чтобы получить. Многие бегут на аресталище, один получает награду. Ты ребенку это все говори. Ты сегодня можешь уже не вернуться домой. Ты знаешь, сколько людей погибает в авиационных катастрофах. С детьми вместе. На автодорогах. Тонут. Вот эти дети. Это не один, не два ребенка. Девять ребятишек. Устроили соревнования на лодках сям озера Карелии. Утонуло девять детей. Я представляю, как воспитатели стояли, как они видели, тонут. Что с ними были? А на Каспию воспитатели, кажется, один или два кинулись, вместе с ними унесло в море. Все утонули. Там поменьше шесть человек. Проверка-то из-за чего была здесь? Ты ребенку наказывай. Ты смертен. Господь тебя хранит. Ангела Господне благодари. Он тебя на руках несет буквально. И больше всего, чтобы дети боялись оскорблять, не слушаться родителей. Более всего, я говорю о верующих. Прямо покажите. Ну, сын пьет. А что я сделаю? Ну, из дома тащат все на наркотики. Библия прямо говорит. Должны прийти и сказать старейшим города. И родители первые положат руку на голову, ему скажут, сын наш мод и пьяница не слушается. И должны погубить его, убить камнями в этот же день. И родители решили на это, а выхода не было. То, сколько и к счастью, и наказание повинен тот, кто отрицает сегодняшний закон. Поэтому я бы кое-что хотел вернуть, а родителей нет. Я бы по-другому сейчас поступил. Нету возможности. Никогда ее уже не будет. Поэтому начиная день, начни с молитвы. Подними его. Если знатолус говорит, и сегодня, то когда? Он не приучится к ночной молитве. А может, у родителей-то ее нету? Ну, встань ты, сто поклонов положи. И он будет знать, встреча с Господом. Он нас сохранил. Богу нашему слава. Приходите с вопросами, какие у вас будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok